В Одессе почтили память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. В день обретения его мощей митрополит Тодейский, измайльский Агафангел, возглавил Божественную Литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в сослужении векарных архиереев и городского духовенства. Современному человеку показалось бы, что архиерей, хоть даже и святой, не может стоять на одном уровне с выдающимися политиками, государственными реформаторами, полководцами, учеными. Однако ошибочность этого мнения опровергается настоящим историческим свидетельством. Так, в древнейшем по своему происхождению Великом Новгороде есть памятник, сооруженный в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея призвания варежских князей, первых славянских правителей. Именно там, наряду с просветителями Кириллом и Мефодием, княгиней Ольгой и князем Владимиром, Нестором-Литописцем и среди воинов и героев Александра Невского, Михаила Кутузова и многих других, изображена фигура и нашего апостола последних веков, святителя Иннокентия. Спустя века и Одесский край скульптурно увековечил эту выдающуюся личность. Так, в сентябре 2013 года на территории Спасопреображенского собора был открыт памятник святителю Иннокентию Борисову. Он выдающийся подвижник Богочестия, духовный писатель, историк. В 349 дней молился он за освобождение Севастополя, а затем города Анессы. Крабро проявил себя и свидетель в годы Крымской войны, хотя именно этот период стал посредним в его жизни, за 57 лет которой выдающийся архиерей смог добиться блестящих успехов во всём. В церковном календаре память святителя Иннокентия совершается два раза в году. 7 июня на этот день также приходится выпускной в Одесской духовной семинарии. И 18 июля — это день обретения мощей, то есть тела святителя. Тело же это, как и останки многих святых, не поддаётся естественным процессам разложения в силу того, что в течение своей жизни эти люди действительно в буквальном смысле были храмами Божьими, и после смерти благодать Святого Духа не покидает их. Так святитель Иннокентий до сих пор безмолвно проповедует о Царстве Божием, пребывая своими мощами в стенах Спасо-Преображенского кафедрального собора. Субтитры создавал DimaTorzok